СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР. СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР 7.39 6 января 2020 года. Ройтерс, Маркс Фелбен, Пу. И китайские флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине. Ройтерс, Маркс Фелбен, Пу. Американские и китайские флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине. Архивное фото Пекин, 6 Янфрия новости. Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета Люхе 13 января отправится в Вашингтон для подписания первой части торговой сделки, пишет газета South China Morning Post, со ссылкой на информированные источники. Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Twitter, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме. По данным издания, изначально китайская делегация должна была выехать раньше, однако Пекину пришлось изменить планы после того, как Трамп написал в Twitter, что собирается подписать сделку с высокопоставленными представителями из Китая 15 января. Несмотря на то, что обе стороны планировали завершить переговоры по первой части сделки в январе, пишет газета, китайская сторона не ожидала, что Трамп в одностороннем порядке объявит о дате подписания или о том, что готов подписать сделку, несмотря на то, что председатель КНР Си Цзиньпин не сможет присутствовать на церемонии. 1 января, 6.28. Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем. По данным источников газеты, китайская делегация будет находиться в Вашингтоне до 16 января. Официальной информации о визите вице-премьера Госсовета Лю Хэ в США пока нет. Китай и США 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. Китай пока официально не подтверждал эту информацию. 13 декабря 2019 года, 5.56 глава МИД КНР назвал США нарушителем спокойствия в современном мире.